Последние годы ее жизни прошли в муках и страданиях в Соловках, и она там похоронена. И здесь вы как встреча двух фрейлин. Одна фрейлин обеих государин, другая фрейлин трех императриц. И сегодня здесь присутствует правнучка Натальи Модестовны Фреберикс, Елена Фреберикс. Мы очень хотим, чтобы вы несколько слов рассказали о судьбе, тяжелой судьбе вашей дорогой бабушки. О тяжелой судьбе, может быть, сегодня даже не хочу говорить. Я просто хочу сказать Божьей промысле. Я живу в Москве. И Господь привел меня в это святое место, наверное, для того, чтобы эти две великие женщины встретились. Вот я не могу сказать о том, как это происходило, что. Но когда я первый раз приехала сюда и Игумену Игнатью рассказала о своей тетке, которая является сегодня святой исповедницей, интерес абхазского священника для меня был просто поразителем. Этот человек просто, я даже не могу понять, он воспринял мою прапротетку как свою близкую. Вот он говорил о Мари-Чачбе, и, по-моему, с большей любовью он все время говорит с Натальей Модестовной. Если вы войдете в храм, то справа от прихода стоит ее икона, которую она написана уже не в России. Она написана здесь, в Абхазии. И вчера мне дали возможность пройти крестным ходом с иконой. Я не хочу никого обижать, но русские священники мне не давали такой возможности. Вы знаете, о каких-то муках не хочется сегодня говорить. Они живы, они с нами вместе. И я думаю, что эти две величайшие женщины помогут нам понять, оценить все наши возможности, все наши силы. Но то, что мы сегодня находимся совершенно на необыкновенной земле Хамана. И если у кого-то есть сомнения о присутствии Господа, здесь, на этой земле, Господь обязательно каждому даст знак. И благодаря тому, что здесь величайший человек, любящий Господа, любящий нас, и говорит, Игнатия. Все, что о ней, если вам будет интересно, есть в интернете. И благодаря необыкновенному архивным данным, которые сегодня сохранились на Соловках в России, сегодня 300 писем мне были отданы. Отданы ее, которые посвящались и Елизаветы Федоровны, и ее работе, и ее жизнь была с самого младенчества посвящена Богу. И единственная вещь, которую не успела я привезти из Москвы, я думаю, что она будет здесь символична. Когда разрушался храм, который она построила при жизни, я сейчас назову эту деревню, и вы поймете, это Горловска, это Украина. И крестьяне разобрали этот храм по кирпичкам. А кирпички были с буквой Ф, потому что у нее был завод. И вот мне сейчас привезли из Горловки вот этот кирпич и сказали, когда мы с вами начнем строить храм, а мы будем строить вместе, мы все принесем эти кирпичи и заложим фундамент. Вы знаете, обязательно я привезу этот кирпич сюда, потому что он в руках сегодня, Игумена Игнатия. Это он закладывает этот храм здесь, сегодня, с нами. Благодарю вас. Храни вас всех, Господь. Очень трогательная история.